В торжественной камерной обстановке в зале Сахалинского колледжа искусств награждают победителей музыкально-теоретической олимпиады. Соревнования среди культурной элиты региона проводят уже 19-й раз. В этом году участниками стали школьники и студенты из девяти муниципальных округов. Я всегда любил музыку, сальфеджио, подобные вещи. То есть, естественно, проявлял интерес, желание. Вот меня заметили, мне такие, будешь с нами участвовать? Я такой, ну что бы, нет, живем один раз, как-никак. Ну и вот так и попал сюда. У меня была подготовка по сальфеджио, по мусс-литературе, то есть жизнь композиторов, биография, их творчество, что они сделали, с кем побывали, кого видели, их современники. То есть мы должны знать не только самых известных композиторов и их близких, тоже по известности композиторов, но и их основное окружение. Подготовка Ивана включала также знания музыкальной гармонии и слухового анализа произведений. Молодой человек обучается в выпускном классе детской музыкальной школы «Анивы». На Олимпиаде он соревновался наравне с 33-мя конкурсантами. Это в два раза больше, чем два года назад на предыдущем конкурсе. Ну и конкурс Олимпиада, собственно, это практически одно и то же, да. Мы очень рады, что количество вот наших участников увеличилось, потому что это, собственно, говорит, наверное, о том, что предметы музыкально-теоретического цикла сегодня вызывают большой интерес. Это достаточно сложные предметы. Вы знаете, на последней всероссийской конференции их даже назвали краснокнижными. То есть теоретики у нас – это краснокнижные специальности. Музыкально-теоретическую Олимпиаду в Южно-Сахалинске проводят один раз в два года. Для судейской коллегии это отличный способ проверить уровень знаний молодого поколения, а заодно и привлечь ребят к дальнейшему обучению. Олимпиада была призвана показать различные умения, навыки учеников. Это и сольфеджио, и теория, и музыкальная литература. Поэтому поделили ровно поровну сольфеджио, теория. 100 баллов могли получить ребята музыкальной литературы. 100 баллов. В общем, 200 баллов. И в каждой форме работы были еще более мелкие формы работы. Например, было тестирование по сольфеджио, которое включало и музыкальный диктант, и определение размеров, построение интервалов, аккордов, нахождение ошибок, рассказ музыкальными терминами. То есть очень детально все это было оценено. Но на одной победе творческое состязание для школьников и студентов не заканчивается. Лауреаты конкурса в марте этого года полетят во Владивосток. Именно там проведут всероссийский этап музыкально-теоретической олимпиады.